Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Ирана до Венесуэлы. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Всегда ли большие войны начинаются с какого-то конфликта малой или средней величины, в который потом втягиваются все новые и новые крупные игроки? Почему региональные конфликты часто засасывают в свою воронку куда более серьезных участников, и в результате исходные ссоры, вражда и их причины теряют значение, а сам конфликт выходит на совершенно иной уровень? Можно ли такое предугадать? И почему в мире есть несчастливые регионы, где войны, конфликты идут десятилетиями и даже веками, и они держат в напряжении весь мир? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске. Ярослав, сейчас, конечно, мир боится Третьей мировой войны, и, наверное, по праву. Она может быть ядерной, после чего никого и ничего вообще на земле не останется. И ведь нынешнее противостояние Запада и России, так как еще одна сверхдержава, Китай, пока старается оставаться почти нейтральной, все это начиналось не внезапно, ни вчера и ни год назад. Однако, как всегда, до последнего никто, наверное, не верил, что человечество подойдет к этой черте. И когда была, допустим, российско-грузинская война в 2008 году, и когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, и начались боевые действия на востоке Украины и так далее. Конечно, для украинцев, для жителей России, для жителей многих стран Европы это все были с самого начала сверхважные и очень тревожные события. Но, наверное, для сотен миллионов простых китайцев, американцев, индийцев, для примерно миллиарда семисот миллионов мусульман в десятках государств мира. Было ли это важным настолько, что кто-то там мог бы предсказать, что и они в 2022 году, вообще весь мир, будет следить за тем, как развивается война в Украине? Да, конечно, не было. На самом деле, на мой взгляд, абсолютное большинство людей живет в своей частной жизни, в первую очередь, интересуясь тем, что происходит непосредственно вокруг них и не очень, грубо говоря, заморачиваясь новостями крупного масштаба. Это и хорошо, и не очень, на мой взгляд. Хорошо, потому что, ну, на самом деле, вот это, знаете, из советского прошлого я хату покинул, ушел воевать, чтобы землю в гранате крестьянам отдать. На мой взгляд, это немножко психопатическое мироощущение, потому что человеку, ну, более свойственно обустраивать жизнь вокруг себя, свою собственную, а не думать о том, что там происходит на другом конце планеты. А как же фраза «Вы можете не заниматься политикой, а политика все равно занимается вами»? Вот, я к этому и хотел перейти. А это вторая обратная сторона не очень хорошего такого мировосприятия, о котором я сказал, такого обывательского. Я совершенно не вкладываю в это слово какого-то презрительного значения. Миропонимание, когда главное то, что происходит с тобой и с близкими тебе людьми, это минус, да, потому что действительно крупный мир вторгается в мир частный, в мир частной жизни. Сплошь и рядом. Но, тем не менее, это неизбежно, что люди интересуются, чем ближе происходит что-то к ним, тем сильнее интерес к этому. Поэтому конфликт, конечно, в той же Украине, он далеко не сразу привлек внимание жителей тех стран, которые от Украины и от России отстоят довольно далеко. И даже сейчас, когда действительно мало кто, я думаю, даже в довольно отдаленных уголках планеты не слышал о том, что уже девятый месяц идет кровавая война где-то, для многих этих людей все равно это такие далекие раскаты грома. Я вот приведу один маленький эпизод, который мне показался символичным. Летом в Турции в отпуске в аэропорту я увидел в магазине, там, где продавались какие-то сувениры и прочая дребедень, у кассы табличку на русском языке. Принимаем рубли и гривны. Люди делают свой небольшой бизнес. Там много русских, есть и украинцы. И, в общем, этому турецкому продавцу или кассирше глубоко все равно. Рубли, гривны, Россия, Украина. И, на мой взгляд, следует это отделять. Отделять как бы вот значение политическое, культурное, гуманитарное, психологическое этой войны и весь этот ужас от того, что неизбежно она воспринимается многими людьми, ну, скажем так, очень дистанцированно. От этого никуда не деться. Но от этого происходящее не становится менее важным и менее трагическим. Так вот, в мире постоянно, подсчитано давно, в среднем идет около 25 вооруженных конфликтов на всех континентах, если считать. Ну, кроме Австралии, где, наверное, конфликтов нет никаких уже, слава богу, очень давно. И трудно всегда очень предугадать, а какой конфликт полыхнет, что называется, на весь мир, а какой нет. Но до Ближнем Востоке, наверное, конфликты все привлекают наше большее внимание, чем в Центральной Африке или где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Но, положа руку на сердце, хорошо, это сфера моих профессиональных интересов для вас отчасти. Но много ли даже наших коллег следили за тем, что в последние 30 лет каждый год в Демократической Республике Конго в среднем там убивали несколько сотен человек в разных вооруженных конфликтах? Кто там с кем воюет? Что мир еще там 10 лет назад знал о проблемах народа Рахинджи в Бирме, за которым потом внезапно все напряженно стали следить, о чем там все кончится? И таких случаев ведь десятки. Как отделить одно от другого? Почему мы об этом опять-таки говорим сегодня? Да ведь и предыдущие две мировые войны развивались и начинались, ну в чем-то точно так же. Ну как бы вот с точки зрения миллиардов жителей Земли, ну ни с чего. Много кого в мире не политиков или там не историков и журналистов, опять-таки миллиарды обывателей в нейтральном смысле этого слова, без критики, волновал в начале 20 века балканский вопрос. Растущая вражда между Австро-Венгрией и Сербией или трение и конфликты между умирающей Османской империей и балканскими теми же странами России и так далее. Ну в США, к примеру, или в Японии много за этим следили, или когда Гитлер аннексировал Австрию в 1938 году, а потом Судетскую область Чехословакии, а потом и всю саму Чехословакию уничтожил. И даже когда он 1 сентября 1939 года напал на Польшу, многих, допустим, американцев это волновало. Или когда Япония тем более захватила, допустим, Маньчжурию, создала она там марионеточное государство Маньчжоуго на большой территории северо-восточного Китая. За 9 лет до решения Токио вступить во Вторую мировую. Это было все в 1932 году. Да боже мой, кто тогда знал, что будет и Перл-Харбор, и Холокост, и десятки миллионов убитых, и вообще, что весь мир будет переустроен. И вспоминать мы будем сейчас с вами об этом до сих пор. Я бы тут немножко географический фокус сузил, потому что эта неспособность отгадать, чем дело обернется, она характерна не только для людей, которые живут за тысячи километров от происходящего, от очага конфликта. Но и для многих людей, которые окажутся в него втянутыми через всего-навсего несколько месяцев, недели, даже дней. Ну хорошо, французы. Франция участвовала в двух мировых войнах, вступила туда в обоих случаях практически первой. Ждали они этого? Вот вам говорит что-нибудь имя Генрета Кайо. Между тем, об этой даме в июле 1914 года, за пару дней до начала Первой мировой войны, газеты писали гораздо больше, чем об убийстве австрийского эрцгерцога и последовавшем, уже развивавшемся, острейшем кризисе, из которого мировая война произошла. Это была жена тогдашнего министра финансов Франции, которая пришла в редакцию газеты Фигаро и застрелила шестью выстрелами шеф-редактора этой газеты. За что? За то, что он начал публиковать их личные письма ее и ее мужа, которые относились к периоду, когда оба они еще жили в своих первых браках, но уже имели любовную связь. Потом они оба разошлись, заключили между собой брак и были очень счастливы. Но вокруг министра Кайо был тогда большой политический конфликт, и газета Фигаро в него вступила вот с такими сведениями, ну, не самого приятного характера. Дама пришла в редакцию и расправилась с журналистом так, как посчитала нужным. Да и в наши дни, я думаю, такой пикантный политический адюльтер, наверное, бы, не дай бог, если бы случилось в любой стране, привлек бы внимание всех нас, об этом бы мы писали, говорили в новостях, убийства там и так далее. Несмотря на то, что идет война, о которой мы тоже постоянно говорим, боимся ее. Ну, масштаб событий, его просто невозможно было тогда отгадать. Какая-то Австрия с какой-то Сербией, просто никто не думал, что совсем через несколько дней в этот конфликт окажутся втянуты все ведущие мировые державы. Поэтому писали о мадам Кайо и вот этом происшествии. Ее, кстати, оправдали, что интересно, приписав ей действия в состоянии аффекта. Ну, это другая история. Ну, смотрите, мы ведь при этом в основном привели такие примеры исторические, когда агрессором изначально выступала или выступает какая-то одна, ну, признанная всеми держава, признанная как мировая держава. Но ведь есть и масса случаев, когда опасность представляет какой-то действительно, ну, локальный, на первый взгляд, конфликт, в котором сперва никто, выражаясь современным языком, из крупных акторов не задействован. Но потом они неизбежно почему-то подключаются и, что называется, вот понеслась. Потому что подключается кто-то другой еще, так же крупный, но на противоположной стороне. К 14-му году Австро-Венгрия уже никакой сверхдержавой не являлась. Ее таковой считали лишь по инерции. Но ее главным союзником была Германская империя, а союзником Сербского королевства — Российская империя. Ну, в том и дело, что, как бы, иногда в конфликтных ситуациях хвосты начинают вертеть собаками. Вот это тот самый случай, когда, с одной стороны, мы видим меньшее и более слабое государство, которое связано с союзными отношениями, с более крупной и сильной державой, но втягивает своего сильного союзника, знаете, как в дворовой драке, когда менее слабый пацаненок ввязывается в какой-то конфликт и приводит здорового бугая, говоря так очень разговорно. — Старшего брата. — Старшего брата или какого-то старшего товарища. Второй приводит такого же, и начинается всеобщая драка, расквашивают друг другу носы. Вот когда все это происходит на уровне государств, последствия могут быть самыми ужасными. Но ситуация, на самом деле, по своей психологической сути, она примерно такая же. — Разумеется, для нас, для всех важна Украина, война в Украине. Мы только об этом и говорим каждый день. Но я уже сказал, что, увы, остальные-то конфликты, вооруженные конфликты в мире от российского вторжения в Украину никуда не делись. И для многих опять, например, на том же Ближнем Востоке, они гораздо более важны сейчас. А потенциально они тоже опасны для всего мира. Два дня назад стало известно, что Центральное командование вооруженных сил США направило большую группировку, военные самолеты, в сторону Персидского залива, в сторону Ирана. Спустя несколько дней после очень тревожных и странных сообщений о том, что разведка Саудовской Аравии передала Вашингтону сведения о готовящемся иранском нападении. И на территорию королевства, и на американские объекты, в том числе военные, в нескольких государствах Большого Ближнего Востока. У Вашингтона и Рияда при президенте Байдене очень плохие отношения. Они еще раз поругались из-за того, что месяц назад Саудовская Аравия решила сократить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в сутки. Но все это неважно. Там Центральное командование вооруженных сил США еще раз заявило, что Америка привержена и будет привержена многолетнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией. Детали операции они отказались обсуждать, но в Саудовской Аравии находятся и так почти 3000 американских солдат. Там огромная воздушная группировка, включая супербоевые истребители F-22. И действительно сейчас все помимо войны в Украине последние дни обсуждают, что Иран готовится якобы напасть на территорию Саудовской Аравии, на какие-то города в Иракском Курдистане, где опять-таки американские военные базы есть. И может быть это все утка, но может быть похоже на правду, потому что в Иране который месяц идут дикие протесты, практически предреволюционные ситуации, они нарастают эти протесты. И конечно Тегерану, как и очень многим, нужна сейчас какая-то маленькая внешняя, может быть победоносная, может быть нет, вооруженная акция, чтобы отвлечь общественное внимание от этих протестов. А у Ирана есть очень современное оружие, что показала война в Украине. И баллистические ракеты, и все эти, хотя собранные там из железок и палок вроде бы, но очень эффективные беспилотные летательные аппараты. Тут-то мы вспоминаем, что теперь Россия и Иран это союзники в войне в Украине. И вот, а если что, во что это выльется? Никто никогда не предугадает. Ну, Иран себя официально союзником России, конечно, не называет, но по крайней мере, в отличие от самой России, он признал уже факт поставок тех же самых дронов в Москве. Если немножко обобщить, то понятное дело, что эти регионы, о которых мы говорим в первую очередь Ближний Восток, регионы, где пересекаются интересы тех самых больших парней, крупных держав, как правило, там есть два фактора, из-за которых такие регионы становятся местом вечных конфликтов. Первый фактор это стратегическое положение, то есть просто перекресток некий, на котором действительно встречаются некие соперничающие друг с другом силы. Ну, а второй фактор, конечно, это часто ресурсы. Ближний Восток, нефтяные и газовые запасы, за которые, соответственно, идет борьба. Но не только они. В древности это были торговые пути, позднее сферы влияния колониальных держав, ну, а сейчас более или менее все вместе, и экономические интересы, и военно-стратегические. Да, Ближний Восточный регион сочетает в себе все эти факторы. Это и ресурсы, это и перекресток, и это еще колоссальное столкновение разнообразных, я бы так сказал, конфессиональных противоречий. Мусульмане, иудеи, христиане. Редко где в мире можно встретить действительно то, что называется hard place. Да, эти регионы еще, может быть, можно назвать это третьим фактором. Они, как правило, пестрые. Там вот то, о чем вы сказали. Много культурность, много конфессиональность. В общем, такая конфликтная почва, которую эта пестрота порождает очень часто. Все арабо-израильские войны можно вспомнить. И ведь начиналось все как локальный конфликт. А, допустим, в 56-м году, когда была вторая, наверное, война, по моим подсчетам, Хрущев ведь всерьез Лондону и Парижу ядерной бомбой грозил, которые тоже как бы вмешались в войну на одной из сторон. Соответственно, большой брат в виде Советского Союза стал трясти кулаками на стороне Египта. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся. Путин не изменится, он Путиным будет. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересна и россиянам, и о России, которая интересует американцев. Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое. Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о современных и прошлых больших и малых войнах. И о том, всегда ли они начинаются с чего-то локального, малого, с конфликта либо местного значения, либо конфликта привычного и давно знакомого, и поэтому вроде бы не очень страшного, но который внезапно в любой момент может поставить мир в очередной раз на грань катастрофы. Ярослав, Балканы, Балканский полуостров, еще один пример, где сталкиваются все возможные факторы, которые обычно ведут к конфликтам. И разные конфессии, и национальная пестрота, и географический перекресток путей. Вот ресурсов, правда, там не так много, конечно, как на Ближнем Востоке, но все же это был вечный, что называется, hard place. Так вот, мне сейчас уже кажется, что к 21 веку эту пороховую бочку, откуда начинались, наверное, десятки войн, которые влияли на мир или на западный мир прошлые века, сейчас оттуда война вряд ли уже на весь мир перекинется. Да, начиная с рубежа веков 20-го и 21-го, когда была погашена война в Косово, благодаря силовому вмешательству НАТО, к нему по-прежнему относились и относятся неоднозначно многие в мире, особенно в России. Но на самом деле результат оно принесло, потому что прекратились этнические чистки и прекратилась война как таковая. Начиная с этого момента установлены некие правила игры, определившие мир, определившие неприятное, тяжелое, но все-таки мирное сосуществование многих тамошних народов. Но я бы Балканы, к сожалению, тоже со счетов не сбрасывал. Тут многое зависит от того, будет ли успешной интеграция всех этих стран или части хотя бы их так называемых Западных Балкан в Европейский Союз? Потому что одна закономерность уже точно проявилась, она уже десятилетиями ясна. В Европе страны, которые становятся членами Европейского Союза, теряют причину воевать между собой, поскольку они становятся частями единого экономического и политического пространства. В этом смысле Евросоюз, там его много в чем можно упрекать, но он однозначно проект мира. Поэтому окончательное выдергивание, что называется, взрывателя из балканской бомбы, это во многом дело, зависящее от успеха евроинтеграции. Самое большое больное место, видимо, которое осталось вообще на карте мира, это весь бывший Советский Союз, территория всего бывшего Советского Союза и 15 республик, которые в него входили. Это все 30 лет последние было заметно, ну а последние годы, что называется, это то, о чем мы и говорим каждый день. И не только ведь Украина, да, это и весь Кавказ, это и Центральная Азия потенциальная. И ведь если вспомнить, как развивались события, которые привели к войне в Украине, ведь на самом деле режим Владимира Путина осторожно пробовал, почву прощупывал. И в 2008 году вот та самая недолгая война России и Грузии была прощупыванием именно такого рода. Какова будет реакция Запада? Реакция Запада была очень мягкой, очень такой умиротворяющей, и, видимо, в Кремле поняли, что можно и дальше. Тогда одно из украинских изданий, кстати, вышло с очень яркой обложкой, на которой была изображена нога в сапоге. На подошве этого сапога была карта с очертаниями Грузии. И заголовок на обложке этого журнала гласил «Украина следующая». Тогда, конечно, и в России, и даже в самой Украине многие крутили пальцем у виска, упрекали авторов этого журнала в том, что они разжигают панику, и это абсолютное бредни. Ну, как Россия может напасть на Украину? В 2008 году это казалось, ну, в общем, невероятным, несмотря на все трения, которые уже тогда существовали между двумя странами. Но авторы этого журнала оказались в итоге правы, к сожалению. Большие колониальные империи так просто и легко не распадаются. Это в 1991 году всем показалось, что раз, и вроде бы все разбежались. Конечно, были и Приднестровье, и опять-таки весь Кавказ, и много что еще, но без гигантской стрельбы. Тогда было выражение, или такая горделивая фраза, она из уст российских многих политиков звучала, и дипломатов, «Мы избежали югославского варианта». Так вот сейчас, 30 лет спустя, к сожалению, стало ясно, что югославского варианта мы, как жители бывшего Советского Союза, не избежали. Я бы еще добавил, что без даже особого прямого вмешательства России немало примеров на этом большом пространстве последней, распадающейся до сих пор колониальной империи, где уже, как вы выражаетесь, хвосты, не хочу никого обидеть, но зажили собственной жизнью, а потом подключаются какие-то уже другие державы. Армения и Азербайджан, вот этот их вооруженный спор, конфликт, как угодно, все последние десятилетия. Яркий пример. И Россия пыталась играть роль посредника, и принимать, выбирать какую-то сторону. И Иран, и США, и Турция, безусловно, и даже Израиль сейчас, который очень большое имеет военное партнерство с Азербайджаном. Вот еще один клубок проблем, еще одна небольшая, в общем, в масштабах земного шара, это точка, где в любой момент может полыхнуть. Моя любимая, кстати, цитата, одна из Макиавелли, из трактата его «Государь», она звучит так. Ты можешь начать войну в любой момент по своей воле, но она никогда не окончится по твоему желанию, так, как ты хочешь. Именно так все и идет. Еще хотел, знаете, что отметить, что до сих пор ведь очень многие политологи, кто-то из них считает, что Третья мировая война неизбежна, что она будет точна, но начнется она вовсе не с нынешних событий, там где-то в западном мире или в Европе, не с противостояния России и Запада, а с нападения Китая на Индию. Или наоборот, Индии на Китай, которая, опять-таки повторю, неизбежна в будущем по многим причинам. И Индия, Китай давно ядерные, большие мировые державы или даже сверхдержавы. Но нам это, выражаясь простым разговорным языком, с вами, может быть, в том числе пофиг. Мы над такой теорией смеемся, потому что, ну, такого не может быть никогда, потому что от нас это далеко, мы не так много об этом знаем, и вообще это где-то там в Азии, а может быть зря. Думаю, что очень зря, потому что, если вспомнить, как начинались две предыдущие мировые войны, то они, в общем, как мы уже говорили, начинались, ну, не в самом центре событий. Одна началась на границе Польши и Германии с провокацией, в довольно-таки забубенном городке пограничном под названием Гливице или Гляевиц по-немецки. Это вторая мировая, первая мировая с известных выстрелов в Сараево, тоже, знаете ли, не самый центр Европы. Поэтому я совершенно не исключаю того, особенно учитывая, что вообще мировые события, это, что называется, их пульс, перемещается от старой Европы совсем в другие края, в Азию, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ведь очень многие говорят о том, что тикающей миной является конфликт вокруг Тайваня. И попытки Китая, который вполне официально, устами своего лидера Си Цзиньпина, говорит о том, что рано или поздно Тайвань должен быть присоединен к Китайской Народной Республике. Поэтому и там может полыхнуть, вне всякого сомнения, угадать, где рванет, невозможно. Куда важнее и куда перспективнее думать, как сделать так, чтобы все-таки не рвануло. Отсюда можно сделать такой вывод. А, возможно, большим державам, хотя я сам говорю это и понимаю, что это не будет никогда возможным, пустить стоит, что называется, на самотек все эти маленькие локальные конфликты. Ну, пусть эти страны не такого великого калибра, не располагающие такой промышленной военной мощью, сами разбираются между собой. Такая, знаете ли, вечная дилемма, спор, вмешиваться или не вмешиваться, вести изоляционистскую политику или интервенционалистскую. Это особенно популярно сейчас в США, кстати говоря. Мы вот с вами разговариваем, а там посчитают голоса, как раз на выборах, в палату представителей, в конгресс, на выборах губернаторов и так далее, где спорт основной, что важнее, Америка с бизнес из бизнес, инфляция внутри США и аборты или внешняя политика. Там такой водораздел есть. Безусловно, и ответить на этот вопрос однозначно нельзя нигде и никогда, потому что мы видим примеры того, когда вмешательство извне приводит к только, так сказать, разрастанию конфликта и к большим бедам, но мы видим и примеры, когда все происходит с точностью наоборот, как я уже сказал, тот же самый Косовский конфликт. Там резня могла продолжаться еще годы и годы, если бы не была эта самая многократно ругаемая российским телевидением, вспоминаемая до сих пор, натовская интервенция 1999 года. И так бывает. Все зависит от конкретных обстоятельств и от контекста. Иное дело, что человечество попыталось организовать какую-то общую систему, которая предотвращала бы локальные войны и их перерастание в войны более крупного масштаба. Я имею в виду проект Организации Объединенных Наций, эту изначально великую идею президента Франклина Рузвельта, из которой, к сожалению, ну мало что вышло, как мы видим, потому что ООН находится довольно-таки давно в серьезном кризисе, и все голосования в рамках этой почтенной организации, они обычно проходят по линиям политического разграничения. В холодную войну голосовали, так сказать, США и их союзники, так, СССР и его союзники, сяк, ну а сейчас, да, любая резолюция Совета Безопасности, там видна группка России и очень немногочисленные и довольно-таки не самые крупные союзники, вроде Белоруссии или Северной Кореи, но и группа стран, которые хотят быть как бы нейтральными, подальше от этого конфликта, в данном случае украинского, а там и Китай, и Индия, мировые тяжеловесы. Ну а с другой стороны, западный мир, который часто заменяют словами мировое сообщество, но на самом деле это, увы, ях, немножко не так. Это западное сообщество или сообщество мировых демократий. Оно, к сожалению, не тождественно всему миру или всему миру минус там парочка диктатур. К сожалению, мир устроен сложнее. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах и в разных соцсетях. И, разумеется, на нашем сайте свобода.орг. Всегда говорю, ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски. Продюсер этого «Атласа мира» Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова